В преддверии весны раскрываются на деревьях почки и также раскрываются наши души светом любви, тепла и добра. Мои дети решили поддержать меня, они выучили наизусть эту сказку, подобрали костюмы и сегодня мы ее представим на сцене как театральную композицию. Самая обыкновенная капелька росы стала главной героиней сказки, повествующей о том, что такое добро, почему так важно помогать и поддерживать друг друга. Ее путешествие стало центральной темой сказки, написанной руководителем студии «Живая книга» Лилии Сурковой. Дети поддержали ее идею создать по мотивам произведения театральную постановку, чтобы подарить премьеру публике яркой и красочной весной. Таким образом мы пытаемся ребят приобщать к культуре, к искусству, к творчеству. Мы очень рады, что они откликаются, что они бегут. Буквально вчера мы разговаривали с руководителем этой студии. Она говорила о том, что родители звонят и благодарят ее за то, что ребята отрываются от своих гаджетов и бегут сюда для того, чтобы заняться искусством, для того, чтобы заняться творчеством, для того, чтобы пообщаться, чтобы узнать друг друга, найти в себе новые таланты. И мы очень рады, что она работает, эта студия, что она процветает. Поделиться опытом постановочной деятельности, поддержать ребят в студии «Живая классика» пришли воспитанники театрального кружка 11-й школы. Ребята также работают над развитием этого направления и достаточно успешно. Ну, давай тебе втрою песенку сейчас споем. Извиняюсь, давайте. Три, четыре. В опале береза стояла. Сегодня у нас такое, скажем, мероприятие «Обмен опыта». То есть, своеобразный круглый стол. Мы пришли посмотреть постановку Лилии Вячеславовны и показать кусочек из своего спектакля по мотивам произведения Пушкина. Такое общение позволяет не только налаживать контакты, но и объединять творческие детские коллективы для совместной работы. Анастасия Назарин-Плотницкая, Двор Бакуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.